Ну что, давай подключать к нашей беседе Виктора Чумака. Это главный военный прокурор Украины с 2019 по 2020 годы. Здравствуйте, Виктор. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте поговорим вот о какой теме. Понятно, что с Навальным, наверное, разберется Российская Федерация и их правозащитники, их юристы и адвокаты. Нас интересует вот то, что сегодня произошло. Это ракетный обстрел очередной, следствием которого в том числе стало отключение трех украинских атомных электростанций. Мы уже не говорим даже про Запорожскую, уже южноукраинская и так далее. Были отключены Ровненская, если я не ошибаюсь. Европарламент признал Россию страной-спонсором терроризма. И вот знаете, как будто прям в аккурат к этому решению Россия устроила очередной массовый обстрел. Как вы видите, вот теперь в новом статусе страна-спонсор терроризма, что ждет Россию? Удастся ли притянуть кого-то к ответственности? Будут ли юридические механизмы теперь легче срабатывать для тех, кто на стороне правды? Знаете, это все будет точно так же, как и в том старом статусе, когда она не была признана страной-спонсором терроризма и страной, которая проводит политику терроризма. В принципе, нет никакой разницы, как ее признать. Там это вот Европейский парламент. Вчера это сделали, безвчера, вернее, парламентская ассамблея НАТО. Дело в том, что Россия совершает акты терроризма. Вот это вот обстрел генераторов, война с трансформаторами. Это и есть акты терроризма. Я бы сказал, это больше того. Это акты геноцида. Потому что, в принципе, это война с инфраструктурой, которая имеет и критическое значение для жизнеобеспечения и жизнедеятельности людей. Причем гражданских людей, не военных. Она никак не влияет на состояние дела на фронте. Абсолютно никак не влияет на состояние дела на фронте. То есть их как били на фронте, так и будут продолжать бить. От этого на фронте им легче не станет то, что они будут разрушать инфраструктуру. От этого они не перестанут уступать. Они и дальше будут уступать. Но дело в том, что вот эта вот их стратегия ведения войны, она вся основана на запугывании гражданского населения, на массовом терроризме, ну а в нашем уже в нашем случае это точно геноцид. Теперь по вторая часть вашего вопроса. Как их привлечь к ответственности? Ну я тут же опять же таки скажу, мы можем говорить о том, что сейчас да, легче можно говорить о создании трибуналов, международных трибуналов. Можно намного легче сейчас об этом говорить, потому что практически весь мир убедился, что это террористы, весь мир убедился, что это варвары, весь мир убедился практически, что это люди, которые проводят по отношению к Украине политику геноцида. И это надо наказывать. Это надо наказывать, это все есть преступления против человечества, вот это есть военные преступления, и это все надо наказывать. То есть в принципе вот эти вот признания страной терроризмом, они облегчат создание международных судов, международных трибуналов. То есть это не обязательно может быть большой какой-то международный трибунал, это может быть международный трибунал на основании международных договоров там нескольких государств, да, в том числе и Украины, которые будут привлекать. Но это же не особо-то важно. Привлечение к трибуналу любой страны, или к скуду любой страны, которые на сегодняшний день являются союзниками, и приговоры любой стран, которые на сегодняшний день являются союзниками, они как бы будут иметь силу на территории любой из демократических стран в мире. Потому что большинство стран в мире имеют взаимные договора, взаимную помощь в уголовных делах. И уголовное проследование, особенно военных преступников, оно будет, в принципе, совершаться по всему миру. Можно судить очно этих преступников. Но для того, чтобы их судить очно, надо, в принципе, сменить политическую систему России. Надо убрать с должности президента главного военного преступника Путина, и вот тогда мы будем говорить об каком-то очном осуждении. Можно судить заочно. Это тоже является таким возможным фактором осуждения. Тогда люди, которые будут осуждены за военные преступления, за акты геноцида, за организацию геноцида против Украины, они, в принципе, никогда, никуда больше в демократические страны выехать не смогут. Корея, Сирия, я не знаю, Венесуэла, Эритрия, Эфиопия. То есть те страны, которые поднимают руку на голосование по резолюциям ООН за Россию, вот туда они смогут, а более никуда. Потому что везде будут действовать, даже в Турцию и в Египет не смогут, там, где они отдыхают. Потому что эти страны тоже имеют договора с большинством демократических стран о выдаче преступников. А это будут преступники. Виктор, тут такой вопрос есть. Вот недавно ГАГский суд, трибунал, принял решение по виновным за сбитие МХ-17. Вы явно следили за этим делом. И там фигурирует Гиркин, который был тогда, берем в кавычки, министр обороны ДНР, его помощник, и, кстати, украинский гражданин, который им способствовал в этом. Но там не было фамилии Путин. А вот в деле, например, о заочном осуждении, если будут осуждены, например, Суровикин, Шойгу, я не знаю, кого они там выберут, Лапин, ну, на местах, в общем, все повесят на своих генералов, но не будет фамилии Путин. Такой вариант возможен, что вот небольшая хитрость юридическая произойдет? И насколько нам важно, чтобы именно фамилия Путина была в этих делах? Подождите, мы говорим не о международном суде, который был по одному конкретному делу. По тому конкретному делу тоже может идти тоже цепочка, потому что мы говорим, что об осуждении только исполнителей. А есть еще заказчики этого преступления, есть, в принципе, организаторы этого преступления. Это не Гиркин и не остальные люди, которые там все это были. Это исполнители. И вот мы теперь будем говорить о заказчиках и организаторах этого преступления. Вот организаторы и заказчики, которые могут быть выделены в отдельное производство, я в этом не сомневаюсь, что это может быть будет, и это будет производство. И вот там можно дойти до цепочки Путина, потому что там Путин тоже, как верховный главнокомандующий, не мог не знать о передаче целого комплекса противовоздушной обороны прокси силам так называемой ДНР. Не мог. Поэтому есть тут тоже его вина. Суд же, понимаете, он же как бы основывается не на политических наших желаниях или нежеланиях. Он должен как бы брать во внимание факты, которые будут установлены. Я не знаю, сложно будет там установить как бы то, что Путин отдавал приказ отдать именно этот комплекс БУК, допустим, передать Еркину и так далее. Не будет такого приказа. А вот приказы остальные должны быть, то есть там все равно должна быть найдена цепочка. Как этот БУК был снят, не знаю, с системы учета ПВО, с системы учета воинской части, кто отдавал следующие приказы и так далее и тому подобное. То есть вся эта цепочка должна быть раскручена. Опять же таки, это требует доступа к определенным документам. Опять же таки, без такого доступа, в принципе, доказать, юридически все это подвести будет крайне сложно. Потому что то, что мы говорим с вами, то, что виноват Путин, Шойгу, Суровикин и так далее, это наши слова и наши убеждения. Но это все должно иметь юридические основания и факты, которые написаны на бумаге, в которых брали участие несколько человек и знают о том, что такой разговор или такие слова были сказаны. Вот это все является то, что является юридическим фактом, который, в принципе, является объективным доказательством вины. Вот это вот должно все быть. По отношению, допустим, к той же самой сегодняшним бомбежкам, ну тут вообще вопросов нет. Потому что вот то, что сегодня было, в принципе, абсолютно аналогично. И то, что повторяется там с каждой ракетной атакой, это абсолютно аналогичные действия, которые были по МА-17. Это та же самая история, когда отдаются приказы на, в принципе, убийство мирного населения. Потому что наносятся удары не по военным объектам, наносятся удары по гражданской инфраструктуре. И вот это и есть отдача военных приказов для совершения убийств мирного населения. Ну, я же еще раз повторяю, что, в принципе, я бы квалифицировал это все как геноцид, как абсолютно обдуманная стратегия, скажем так, убийства целого народа или целой нации. Мы, конечно, Украина... Украина собирает и фиксирует все эти ужаснейшие факты военных преступлений. И они, к сожалению, только... их только становится больше каждым днем. И понятно, что процесс, юридический процесс, он будет достаточно небыстрым и сложным. Но все же этот трибунал состоится. Как вы считаете, сколько времени должно будет пройти для того, чтобы те, кто отдает эти убийственные приказы, все-таки сели на лаву подсудимых? Ну, смотрите, сколько времени... Давайте будем говорить о том, как быстро закончится эта война. Вот я не могу сейчас говорить о времени. Понимаете, я... Ну, реально, ну, так вот сказать что-то о времени, это как бы было бы, ну, не серьезно, да? То есть сказать что-то с моей стороны, сказать что-то о времени. Я могу говорить о том, что вот в случае окончания войны, однозначно нашей победы, да, однозначно нашей победы, в случае изменения системы, политической системы в России, это все может пройти быстро. А вот в других случаях, когда могут быть абсолютно разные варианты. Но еще раз повторяю, если не сможем очно их, да, вот так вот лично взять за штирку и посадить в клетку, то тогда заочный процесс, он все равно будет. А заочный процесс, он может быть гораздо быстрее, чем очный. Ну да, стоит добавить, что Владимир Зеленский уже отреагировал, на сегодняшние обстрелы ракетные России и территории Украины, заявив, что Россия очередной раз доказала, что является страной терроризмом, стороной спонсором террористов. И сегодня Европарламент признал Россию страной терроризмом. Наконец-то спасибо всем Европарламентариям. Россия доказала всему миру, что это все правда. Применив 67 ракет по нашей инфраструктуре, по нашей энергетике, по обычным людям, результат трагичный. Большое число раненых есть погибшие. Вот что сказал президент. Задание поставим, все это восстановим и пойдем к тому, что мы несокрушимый народ, добавил он. Скажите, пожалуйста, вот все-таки если говорить о, знаете, даже не так о сроках, как о ближайших делах, вот почему Путин не боится лично комментировать то, что он отдает приказы выстрелять по гражданской инфраструктуре? Спрошу вас, знаете, так больше даже обывательски. Он реально считает, что ему наказание, ну, как бы невозможно какое-то предъявить? Ведь он не единожды говорил на всех конференциях, что да, это ответ якобы за Крымский мост, но в том числе для того, чтобы помочь приблизить Украину там переговорам, то есть склонить ее условно, зашантажировать. Почему он публично даже такое декларирует? Почему он себя не ограждает от управления этими обстрелами? Это просто смесь с политикой? Понимаете, дело в том, что Путин верит, он реально верит до конца в то, что они могут переломить эту войну и они могут эту войну выиграть. Он в это верит. Он не верит в то, что он может проиграть. Вот у него нету такого даже понятия о том, что он может что-то где-то проиграть. И поэтому он, понимая там, или как бы для себя принимая о том, что война все равно закончится победой там его, да, он как бы абсолютно не предусматривает возможности наказания. Он просто ее отбрасывает. Такую возможность наказания для него никак не может быть. А она обязательно будет. То есть она обязательно будет. По отношению к Путину тут вопрос достаточно сложный, да, потому что я почему-то у меня такое впечатление, что он не доживет до того момента, когда ему можно будет предъявить обвинение. Но, скорее всего, на него повесит всех собак там и как-то поменяет. Виктор, а вы, кстати, как военный прокурор можете сказать, какие были прецеденты похожие, где действительно мировой диктатор или просто какой-то лидер военного движения, брал на себя абсолютно легко ответственность публично, ну и после чего вот его судьба была незавидной. Милошевич. Милошевич. Тут такое, которого судили, в принципе. Это тот, которого судили. Ну а если говорить там о Каддафе, если там говорить там о других там диктаторах, которые, в принципе, не доживали до суда, ну таких много. То есть вы думаете, что судьба Путина будет похожа больше на Каддафе? Правильно? Ну, скорее всего, да. Ну, собственно, да, и в России. Ну, я бы сказал, знаете, вот сегодняшний обстрел, вот обстрелы постоянно, которые совершаются самолетами, да, Ту-95. Вот что бы я сейчас сделал и сделал бы вместе с нашими как бы этими партнерами, я бы точно с помощью разведок узнал бы все фамилии, всех экипажей, самолетов, командиров частей, которые там есть. И уже против них бы, уже сегодня бы, да, бы начал бы заводичное расследование. Уже бы сейчас начал бы заводичное расследование как по исполнителям ударов по мирному населению. Вот эти. Это же не так сложно. Я думаю, что это, скорее всего, как бы может сделать и ГУР, может сделать и СВР наша, могут сделать разведки других стран. Потому что это же одни и те же полки, которые стоят там в Энгельсе, которые стоят, я не знаю, там в Волгограде, где там еще стоят полки дальней авиации этой стратегической. Вот по ним сразу же сегодня, чтобы эти люди точно понимали, что они уже преступники во всем мире. Что они для всего мира уже стали преступниками. Ну и очевидно, один из первых в Москве это понял пропагандист Соловьев, потому что буквально несколько часов назад он уже выдал пост у себя в социальной своей группе о том, что это не Россия бомбит, это все не мы на самом деле, все не так, они сами себя обстреливают. Скажите, пожалуйста, а вот эти рупоры Кремля, которые живут в Королевстве Кривых Зеркал, говоря о военных преступлениях, они несут такую же на себе ответственность, как те, кто носят погоны? Или для них какая-то отдельная категория есть в праве, в юридическом поле? Даже больше, потому что это как бы отягчающие обстоятельства, потому что это люди, которые, в принципе, понимают о том, что совершаются преступления, они их мало того, что не оправдывали, они их еще и пропагандировали, они их еще и искажали истину, искажали, в принципе, истину и показывали о том, что это не является преступлениями, или наоборот, это какое-то там дело, которое необходимо поддержать всей России. То есть, как бы, это пропагандисты. Помните, когда там тоже как бы заочно, Геббельс тоже как бы не дожил до суда, но заочно, когда осудили Геббельса, то, в принципе, говорили о том, что по большому счету пропагандисты несут ответственность гораздо больше, чем непосредственно военные преступники. Потому что они, оболванивая народ, они дают руки военным преступникам вот это вот общественное мнение, которое может поддержать и легитимизировать их действия. Вчера, по-моему, или позавчера, я смотрел, там интересный фрагмент произошел у Скобеевой, по-моему, на передаче. Они туда пригласили Прилепина. Ну и Прилепин, не мудрство и лукаво, думая, что он как бы самый умный. Он рассказал, говорит, зачем им нужны вот эти вот все удары по рамчастуту. И он тупо сказал, тупо, вот просто сказал, так мы же не выиграем войну с трансформаторами, мы же ее не выиграем, война выигрывается на поле боя. Но нам нужны войны для трансформаторов, для того, чтобы там обескровить Украину, заставить украинский народ выйти и протестовать против Зеленского. Вот у них такое мнение, что украинский народ из-за темноты, из-за холода, из-за всего остального будет протестовать против Зеленского. Понимаете? Это первое. А второе, он сказал, ну нам же нужна, нам нужна просто какая-то передышка, перемирие, потому что мы же даже сейчас, вот у нас сейчас совсем все плохо, нам надо там увеличить группировку в два раза. Поэтому мы вот должны вот заставить Украину сделать это перемирие, для того, чтобы потом, все равно мы притом должны все это добить до конца, но все равно всю Украину должны добить до конца, но вот сейчас нам нужно перемирие. Вот понимаете, человек, ну просто так вот, как думал, так и сказал. Пропагандисты-то, они как-то это все завуалируют, а вот Прилепин взял и сказал всю правду. Ну и там, кстати, никто там не смог ему ничего сказать против. Поэтому эти пропагандисты, Соловьев, Скобеева, Киселев, там еще у них куча есть, которые, в принципе, показывают карты, говорят, смотрите, как впечатляет, как мы стреляем по Украине, как бьем, как разрушаем инфраструктуру. То есть люди, которые смакуют преступления против гражданского населения. Вот эти люди должны понести наказание еще более сильное, чем непосредственно исполнительное. Это просто факторы, которые утяжеляют наказание. Ну да, учитывая, что Соловьев недавно призывал еще вести смертную казнь за отказ воевать, за дезертирство, наверное, он понимает неотвратимость своего наказания, в первую очередь, призывая как можно больше уничтожать россиян. Огромное вам спасибо. Виктор Чумак, главный военный прокурор Украины с 2019 по 2020 годы, был с нами в прямом эфире.